Кроме него не осталось никого. И каждый его выход это маленький спектакль. Я вчера с ним довольно-таки долго беседовал. Мне понравился его настрой на эти соревнования. И он убедил меня о том, что он может сегодня поднять очень интересный вес. Очень интересный. Это, наверное, 243. Так, смотрим, что пока моргают какие-то совершенно не рекордные цифры 232. Он мне интересную вещь сказал, говорит, Александр Ильич, вы знаете, я ночью не спал, уже куражен. Поэтому, наверное, я пойду на рекорд. Проверим это. Так, так, так. Начинают продавать. Продавать эту информацию начинает судья-информатор. Значит, сейчас закажут уже мировой, если с них пошел. 246. Вот это да! Вот это да! Вот это... Я сейчас смотрю на Норика Варданяна, который увидел эти цифры. И так... У него глаза чуть из орбит не выскочили. 246. Это рекорд, который в свое время... Я не знаю, Василий Иванович Алексеев не поднимал, по-моему. Нет, поднимал. Поднимал, поднимал, конечно. 260 поднимал. Да, но... Другие не поднимали. Нет, когда он шел, когда он... Вот эти рекорды устанавливал, да, когда он 240, 246, но... Это был космос. Вчера мне Илья сказал, говорит, о том, что я установлю два рекорда мира в толчке... И на сумму. И на сумму. Но я не ожидал, что он пойдет, ну, как бы, на такой... Он на 4 килограмма бьет рекорд мира свой. Очень много. И на сумму. Любизничный угром из Белоруссии. 236. Да, и на сумме 236 у Андрея Араблова. 436. 436, да. Ну, не авантюра на 4 килограмма сразу к рекордному весу, а? Или настолько вот все-таки живет в нем его величество Кураж? Да. Ночь не спал, наверное, это Кураженство. Я ему посоветовал, говорит, ты хоть эту ночь поспи немного. Он говорит, не знаю, может тоже Кураж будет бить. Если поднимает, он меня не обманул. Невероятно, невероятно, а? Плюс 4 к мировому рекорду. Это фантастика. Потрясающе просто. Просто потрясающе. И 437. В сумме он переписывает мировые рекорды в толчке. И в сумме двоеборья. Но это Илья Ильин, дорогие друзья. Что вы хотите? Укратный олимпийский чемпион. Это фантастический. Фантастический. Он не только вас не обманул. Он не обманул ожиданий всех тех болельщиков, тяжелой атлетики, гроздицев, которые сегодня пришли в этот зал. Дождались потрясающего совершенно мирового рекорда. Дождались двух побед российских спортсменов. Да, какая красивая точка поставлена в сегодняшнем дне. Илья Ильин феноменальные, феноменальные килограммы поднял. 437.246. И это во второй попытке, дорогие друзья. Во втором подходе 246. Потрясающе. Ну что, дорогие друзья. У нас с вами получается такая, в общем, не самая плохая картина. Тимур Наниев на третьем месте. Первое место у Ильи Ильина. Второе место у Александра Зайчикова. Два спортсмена из Казахстана, один спортсмен из России. Так что, сегодня у нас замечательный итог. Я вот сейчас смотрю внимательно на Сергея Цырцова, президента федерации, который показывает мне большой палец. Это значит, что если президент доволен двумя золотыми наградами и бронзой, значит, все хорошо, друзья мои. Ну а Илью Ильина, я думаю, сейчас еще долго-долго будут терзать автографами, фотографиями и прочим, прочим, прочим. Он этого достоин, он это заслужил. Вот давайте еще раз посмотрим за этим сумасшедшим совершенно подходом. С запасом. Да, потрясающе, потрясающе, конечно. Вот это звезда. Вот это, вот это звезда. Действительно, когда мы очень часто разбрасываемся такого рода терминами, да. Но вот это, это звезда. И сегодня грозненцам действительно повезло, что вот такое чудо было сотворено на их глазах. Ну что ж, дорогие друзья, на этом позвольте мне подвести итоги первого игрового дня на пятом юбилейном турнире. Григорий, ты отпускаешь меня? Я пошел награждаться.